всем привет не подумайте что я собрался съесть эту картошку с проволокой и гвоздями нет нет я собираюсь сделать из картошки знаменитую картофельную батарейку и вместе с вами провести этот небольшой нехитрый эксперимент но так как мы люди дотошные любим все проверять подробненько то давайте начнем с самого начала а заодно я пообещаю зажечь от этой картофелин самый настоящий светодиод пообещал а теперь в делу и так пока я болтал батарейку из картофеля я уже соорудил на этом как правило и заканчивают свои опыты неопытные горе изобретатели картофельных батареек что у нас вышло я воткнул медную проволочку и оцинкованный гвоздь картофелину а теперь я меряю напряжение у меня подключен вольтметр и мы видим что одна картофелина умудрилась генерировать нам почти вольт а точнее 0,87 можно сказать ура бежать за лампочкой подключать фонари или же заряжать сотовые телефоны давайте для начала организуем вот эти гальванические пары так чтобы нам получить как можно больше напряжения мне не хочется выкапывать грядки кучу картофелин или же бежать в подвал за мешком картошки раскладывать ее здесь на столе мочить я буду одну картофелину и для начала мы возьмем и сделаем классическую картофельную батарейку которая на самом деле батарейкой не является итак у меня есть одна гальваническая связь рядом с которой я помещаю вторую гальваническую связь заметьте что расстояние между этим шурупом и этой проволочкой гораздо больше чем между вот этим шурупом и этой проволочкой батарея из трех гвоздей и 3 проволочек готова хотелось бы ожидать от этой батареи ну более чем полутора вольт давайте проверим вау не то что полтора вольта а даже и десятой доли вольта не набралось давайте здесь да что ж такое что же произошло уберем вот эти проводочки которые явно нам мешают начинаем мерить дело лучше но совсем плохо я совершил классическую ошибку по созданию батарейки на самом деле картофелина является проводником и сколько бы элементов я в ней родимой не организовал таким образом все эти элементы будут друг друга замыкать чтобы этого не происходило для того чтобы сэкономить картошку вместо того чтобы ставить сюда три картофелины я разрежу мою картофелину на части тем самым я организую вожду воздушную изоляцию между разными картофельными элементами картофельно батарейными если точнее сказать теперь когда я венчивую оцинкованный шуруп в одну часть картофелина и втыкаю проволочку в другую то вот тут у меня уже организуется батарея с изоляцией теперь я могу вкрутить сюда еще один шуруп заметьте эта проволочка и этот шуруп в картошку не втыкается а вот теперь займемся измерениями для начала померяем напряжение между вот этим шурупом и вот этим хорошее напряжение 0,76 вольта удачно теперь померяем напряжение между этим шурупом и вот этим шурупом 0,8 вольта великолепно ну то есть теперь можно предположить что здесь у меня было 0,76 а здесь 0,8 пусть это даже будет 0,6 и 0,6 я должен получить напряжение больше чем вольт действительно я получил напряжение полтора вольта рассказывают что таким напряжением можно зажечь красный светодиод светодиод не светится так в чем же дело мы ведь уже хорошо знаем что полтора вольта красному светодиоду вполне хватает для того чтобы он начал тускло светиться почему же он не светится а дело вот в чем давайте измерим ток но он настолько слабенький что думать о том что мы можем зажечь светодиод вовсе не приходится конечно я использовал всего лишь тонкую проволоку да я достиг хорошего напряжения но при этом если подумать что такая батареечка из одной тонкой проволоки и гвоздя сгенерирует большой ток бесполезно и бессмысленно ну так давайте хотя бы добьемся напряжения высокого и так искромцав картофелину на части и нашпиговав ее гвоздями и проволокой я получил эдакую бестопливную энергетическую установку которая работает на картошке 2,8 вольта это вполне приличное напряжение и даже с мизерным током это напряжение способно зажигать светодиоды что я обещал в начале ролика вспышки красного света я думаю вам хорошо видны разумеется о ярком свечении и речи быть не может давайте еще раз продемонстрируем это горит как вы можете убедиться даже с одной маленькой картофелины и гвоздей мы получили достаточное напряжение достаточное количество электричества чтобы наш красный светодиод загорелся ну а можно ли получить энергии больше можно ли действительно заставить светиться скажем зеленый светодиод или сверх яркий белый светодиод от картофелина мы уже убедились что даже вот такая простецкая батарейка из картошки способна запитать вот такой небольшой красный светодиод разумеется светится он не ярко его вспышки едва-едва видны и возникает вопрос а можно ли кроме напряжения которое генерирует вот такая система получить еще и достаточно хороший ток как мы знаем напряжение у нас зависит от количества гальванических пар а вот ток как раз зависит от площади и не только проводников а еще и гальванических пар поэтому чтобы достичь хорошего результата и получить не мизерные токи способные питать лишь такой маленький светодиод а такие которые прибором чувствуются и можно с ними что-нибудь сделать скажем подключить какой-нибудь инвертор для этого нам надо уже применить совсем другую схему чтобы достичь лучших результатов от картофельной батарейки и повысить ток я буду использовать не проволочки и не гвозди потому как они имеют довольно ограниченную малую площадь я буду использовать традиционные материалы такие как алюминиевая фольга монета они имеют более большую площадь и с помощью них я смогу достичь больших токов моих картофельных батареек я накромсал несколько кусочков картошки нарезал фольги и подготовил медные монеты все как и положено для того чтобы создать мощную электрическую батарею с помощью картофеля теперь будет происходить довольно таки трудоемкая и нудная работа дело в том что складывать столбики из монет до пяти монеток хорошо а после пяти монеток грустно если кто-нибудь скажет вам что катание алюминиевых шаров и постукивание их молотком кропотливое занятие предложите ему собрать вот такую картофельную башню ведь уже начиная со второй батарейки вся эта конструкция пытается тщательно развалится рассыпаться и не дать вам провести эксперимент но я все-таки собрал не вижу правда сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 больше десятка слоев вы посчитаете вы уточнить не удивляйтесь если напряжение на батарейке будет появляться не сразу дело в том что по всем правилам гальванических элементов химическая реакция протекающая в них постепенно набирает обороты и увеличивает мощность наш вольтметр показал четыре с половиной вольта от десяти таких элементов обуславливается тем что картошка имеет довольно таки нехилое внутреннее сопротивление давайте еще раз полюбуемся на возможности нашей батареи 4 30 зафиксированное прибором напряжение и сейчас она потихоньку падает такого напряжения вполне достаточно чтобы светился любой светодиод вот напряжение напряжением а делали мы эту батарейку ради того чтобы зафиксировать хороший 1000 амперный киловаттный ток и пока моя башня не развалилась я переключил прибор на амперметр и попытаюсь измерить ток фиксируем значение реакция идет ток растет 10 11 миллиампер ток в 12 миллиампер способен зажигать светодиоды хотя и тускло но и хотя эта батарейка постоянно разваливалась и мешала работать но все-таки даже белый сверх яркий светодиод я от картуфельной батарейки засветил разумеется так делать неудобно можно сделать как нибудь иначе но картошка в качестве электролита для самодельных батареек это как-то просто интересно но не более того можете сделать так же как я можете сделать лучше и похвалиться а на этом все пока до следующих встреч